Странные слухи получили сегодня поддержку газеты «Аргументы недели». Якобы глава МИДа Лавров возмутил президента Медведева настолько, что тот хочет отправить его в отставку. По данным изданий, недовольство зрело давно и обострилось на фоне событий в странах Африки и Ближнего Востока. Как пишет газета, требование уволить Лаврова выдвигал Вашингтон практически сразу после того, как Медведев занял кресло президента. В частности, госсекретарь США Хиллари Клинтон якобы просила нового российского лидера убрать главу МИДа, так как он является проводником жесткой российской политики, как в республиках бывшего СССР, так и в других регионах мира. В последнее время, по сведениям газеты, поводом для недовольства Медведева стали некие заявления Сергея Лаврова о ситуации в Ливии и Кот-де-Вуаре, которые разошлись со словами самого президента и представителя его окружения. Газета не указывает источник данной информации и подтверждения ее в других средствах массовой информации тоже нет. Мы связались по телефону с политологом Дмитрием Орешкиным в попытке разъяснить, что же это происходит. Дмитрий Борисович, добрый день. Добрый день, Алексей. Не разбудили вас? Нет, я уже на стрёме. Ну, слава богу. Дмитрий Борисович, вот какие-то странные слухи по поводу Лаврова. Наверняка же вы читали, что это утка или все-таки есть повод действительно поразмыслить? Вы знаете, больше всего похоже на утку. Вот почему. Потому что, ну, может быть, президент действительно недоволен министром иностранных дел, нормальное дело. Но когда в сопровождении дают пояснение, что Вашингтон требовала отставки, это больше всего выглядит на такую, похоже на подставку, потому что работает на тот уровень потребителя такой информации, который вот действительно полагает, что наша внешняя политика определяется Вашингтоном. Ну, любой, кто хоть немножко понимает, как устроен дипломатический этикет, знает, что, ну, неприлично в одной стране говорить насчёт премьер-министра или, скажем, там, министр иностранных дел в другой стране. Это просто не принято в дипломатических кругах. Так что это, скорее всего, наезд на Медведева. Контрнаезд в том плане, что вот он играет под дуду Вашингтонского обкома в расчёте на ту часть электората, которую так примерно мир и воспринимает. Так что я думаю, что это просто слив такой, призванный дискредитировать президента Медведева в глазах определённой части. Ага, Дмитрий Борисович, с Лавровым разобрались. А вот теперь вот президент Медведев. С чьей стороны этот наезд, как Вы полагаете? Ну, я так понимаю, что обостряются отношения между Медведевым и Путиным. Это вам довольно очевидно. И те люди, которые целиком зависят от Путина, а это, прежде всего, силовики, и вот те люди, которые формируют с помощью таких вот информационных провокаций общественное мнение. Вот они хотят заранее, так сказать, сформировать у избирателя ощущение, что Медведев – это не президент Российской Федерации, а представитель Вашингтонского обкома. Что вот он даже Лаврова там снимает, потому что ему дали отмашку оттуда. Это, конечно, примитивная сказка, но для некоторых людей она работает. Дмитрий Борисович, спасибо огромное. Они помогли нам разобраться в этом. Напомню, что по телефону вместе с нами в прямом эфире был политолог Дмитрий Орешкин.